Айртон Сенна Он всегда хотел быть самым быстрым. Айртон развивал на повороте просто фантастическую скорость. 65 поул позишн. Что-то внутри Сенны помогало ему и его машине проходить повороты. Это было доверие или вера. 41 победа. Он был готов к своему шансу. И когда шанс появлялся, он его использовал. 19 лучших кругов. Если вы видели позади себя желтый шлем, то знали, что у вас неприятности. 641 набранное очко. Он слишком яростно стремился к победе. И он действительно верил в то, что Бог дал ему право на победу. Три чемпионских титула. Право на победу. Вы думаете, что у вас есть предел возможности. Но как только вы достигаете его, что-то происходит, и вы вдруг находите силы пройти немного дальше. С помощью силы ума, решительности и опыта вы можете взлететь очень высоко. Талант Айртона Сенны, его самообдача и решительность помогли ему преодолеть обычные барьеры. Он продемонстрировал сверхъестественные возможности за рулем машины. Но он также продемонстрировал поразительную глубину характера, мыслей и эмоций. В его ярком соперничестве с Оленом Простом в конце 80-х, в начале 90-х, проявились все стороны его гения. Но если и существовала область, где Сенна поистине был непревзойденным мастером своего дела, то это гонки под дождем. Степень его точности на мокрой трассе была просто невероятной. Он чувствовал машину. На мокрой трассе нужно быть очень аккуратным. Джор Амирес, координатор команды Макларен. Нельзя делать никаких резких движений. Следует быть намного нежнее. Айртон чувствовал машину лучше других гонщиков. Трасса Доннингтон, 1993 год. Мюррей Уокер, комментатор Формулы-1. Выглянув из своей комментаторской будки, я увидел самую ужасную погоду, которую мне когда-либо доводилось видеть прежде на гонках. Мне, как англичанину, было стыдно, что все, кто думал, что в Англии все время идет дождь, оказались правы. Ален Прост, гонщик. Айртон всегда был очень быстрым на мокрой трассе. И в этот день все складывалось для него удачно. И неудачно для нас. Так что мы выглядели глупо. Мы наняли специалиста для прогноза погоды. И этот человек находился в аэропорту, недалеко от трассы в Доннингтоне. Мы поддерживали с ним постоянный контакт. И вот мы начали гонку, и он сказал, не мне, а механикам, что скоро начнется ливень. Но было только несколько капель. Я остановился поменять шины, еще немного покапало, и затем стало сухо. Каждый раз, когда он что-то говорил, все происходило наоборот. И у меня был грустный рекорд. Я семь раз менял шины. Из них шесть раз неправильно. Ему чертовски надоело весь год гоняться на Макларене с мотором Форд, потому что он хотел стать чемпионом, но знал, что у него это не получится. Герхард Бергер, гонщик. Все, что он мог сделать, ждать особых обстоятельств, и затем показать всем, на что он способен. Это и произошло в Доннингтоне. Он вбил себе в голову, что ему нужно вырваться вперед на первом же круге. Он хотел, чтобы все выглядели глупо, и у него это получилось. Я наблюдал за гонкой из-за таих дыхания. Я не мог поверить в то, что происходило. Так не могло продолжаться долго. Том Уиткрофт, владелец трассы Доннингтон. Однако Сенна ехал и ехал во главе Пелетона. Никто не знал, кто где находится. Я помню, какими брызгами сопровождалась его езда. Дэймон Хилл, гонщик. Все остальные ехали осторожно, думая прежде всего о безопасности. Он же постоянно рисковал с самого старта. Это было блестяще. И он знал, что может это сделать. Я должен был подойти к подиуму для награждения. Хотя мне следовало находиться в больнице из-за моих проблем с сердцем. Но когда я подошел к пьедесталу, я забыл о своей болезни. Я чувствовал себя, как будто мне снова 18 лет. Видеть его счастливое лицо – это было невероятно. Сан-Паулу, Бразилия. Своими корнями он уходил глубоко в Сан-Паулу, промышленное сердце Бразилии. Здесь, в энергичной и суетливой среде, Айртон развил свои способности на трассе в Интерлагасе и начал собирать награды, которые бережно хранит его семья. Айртон был очень решительным человеком. Вивиан, Сенна – сестра. Он точно знал, чего хочет, и всегда стремился к цели, пока не достигал ее. Он был очень настойчивым. В детстве его называли упрямцем, потому что он шел до последнего, чтобы получить то, чего ему хотелось. В детстве я помню его ребенком, постоянно тренирующимся на своем карте. Леонардо Сенна – брат. Он ездил на различные соревнования. Нам всегда было любопытно, как он выступил. И с каждым годом его результаты улучшались. Айртон всегда интересовался автогонками. С детства он был увлечен картингом. И скоро на соревнованиях по картингу в Бразилии и во всем мире все стали узнавать гонщика в желтом шлеме. Я встретил Айртона, когда он был ребенком и водил карт. Сидмоско, дизайнер шлемов. Я уже раскрашивал шлемы для Фиттипальди, чемпиона Формулы-1, и для Нельсона Пике. Айртон тоже хотел иметь шлем, отличающийся от других. Я решил предложить ему теплый цвет, как, например, у Феррари. Его шлем я покрасил в желтый цвет с синий и зеленой линиями. Я решил использовать цвета национального флага нашей страны. Зеленый, желтый, синий и белый. Айртону понравился дизайн, и он стал его отличительной чертой на протяжении всей карьеры. Эммануэле Пирро, гонщик. Я был знаком с ним на протяжении долгого времени, потому что мы участвовали в двух мировых чемпионатах по картингу в Лимане и Эштарелле. В 78-м и 79-м. Так что мы были знакомы уже очень давно. Он был исключительно верным другом. Ридинг, Англия, 83-й год. Мы всегда были очень дружной семьей. Так что, когда Айртон уехал жить в Англию, нам очень не хватало друг друга. Мы часто ездили к нему, и он приезжал к нам, когда мог. Он часто писал. После каждой гонки он описывал нам ее в деталях, рассказывая практически о каждом повороте, о том, что он сделал и как он это сделал. Я до сих пор храню эти пусы. И несмотря на расстояние, мы всегда оставались очень близки. Когда Айртон поехал в Англию, он не говорил по-английски. Так он сидел и смотрел телевизор часами, пытаясь понять и выучить язык. И он также не умел готовить. И никогда не учился этому. Так он несколько лет ел яичницу, вареные яйца и омлет. Любое блюдо из яиц, которое только можно представить. Потому что это было единственное, что он умел готовить. Когда Айртон нанял меня в 1984 году, он был очень обеспокоен своим физическим состоянием и своим здоровьем, потому что он был очень худым. Средством массовой информации называли его тощий Айртон Сеннер. Нуну Кобра, тренер по психологической и физической подготовке. Мы начали работать вместе, и я быстро понял, что он решительный, работоспособный и очень упорный человек. Он работал до седьмого пота, прилагая максимум усилий. Именно его целеустремленность отличала Айртона от других. Знания сами по себе ничего не значат. Я всегда говорил ему, что мудрый человек – это не тот, кто все знает, а тот, кто занимается делом, которое он знает. Речь идет не просто о сильных мышцах, хотя это действительно мощь и сила, которые у тебя есть. Но не только сила тела, но и сила ума. Ты это понимаешь только тренируясь. Однажды я понял, что в этом было что-то особенное. Я действительно сконцентрировался и пытался познать себя. Ты познаешь свои пределы, свою силу, свои качества, и пытаешься сделать себя более цельным человеком. Фрэнк Уильямс, владелец команды. Я не помню дату, но точно это было в 83-м году. Я много слышал о нем, когда он выступал в Формуле 3 в Англии. Он очень упорно шел к победе. Он уже тогда был хорош. Но также настойчиво добивался своего, уговаривая меня и Патрика Хэда, позволить ему пройти тесты и сесть за руль болидов Формулы 1. Его первый заезд прошел в Доннингтон-парке в Англии за рулем Уильямс FW-08C, модели, которая принесла победу Кеке Росбергу в Монако ранее в том году. Появился Айртон. Он удобно устроился в кокпите, вспомнил все инструкции. К тому моменту он провел лишь половину своего первого сезона в Формуле 3. По сравнению с двигателями тех машин, мотор Уильямса был мощнее в три раза. Он выехал из боксов, проехал круг, чтобы почувствовать машину, и вернулся обратно. Затем он снова выехал на трассу, показал время на секунду быстрее лучшего результата на этой машине. Он сказал, «Я думаю, мне этого достаточно». Он вылез из машины и отправился домой. Мы были очень удивлены. В тот день его мозг контролировал все. Он уже перерос в Формулу 3 и созрел для королевских гонок. Он был рожден для этого. Мы не были готовы взять его в команду в 84-м году из-за контрактных обязательств перед другими гонщиками. И тогда он стартовал в Лотусе, а затем и в Макларене. Так что прошло довольно много времени, прежде чем мы смогли предложить ему место. Это случилось только в 94-м году. Я никогда не встречал такого человека. Сенна был очень, очень пылким. Мюррей Окер, комментатор Формулы 1. Он был харизматической личностью. Он мог быть абсолютно очаровательным, но он мог быть и совершенно другим. Он был абсолютно безжалостным, когда находился за рулем болида. И он был чрезвычайно религиозным, богобоязненным человеком. И он действительно верил, что Бог дал ему право на победу. Главное — быть самим собой и не позволять людям переделывать тебя на свой манер. Так, как они этого хотят. Ты должен всегда оставаться самим собой. Часто именно на ошибках, связанных с твоим характером или личностью, или препятствиях, которые ты встречаешь на своем пути, ты учишься. Необходимо анализировать свои промахи и становиться лучше. Я верю, что если сконцентрироваться на чем-нибудь, то можно добиться даже большего. Вся его жизнь была посвящена достижению победы в гонках, в чемпионате. У него не было семьи, детей, никого. Так что кажется, что он жил только этим. Все, кто следил за Формулой 1, увидели все дни мастера квалификации. Если в квалификации ты входишь в поворот быстрее, чем делал до этого, как ты можешь рассчитать, с какой скоростью ты можешь двигаться? На что способна машина? Дэймон Хилл гонщик. В поворотах Айртон превосходил самого себя. И он верил, что что-то внутри него поможет ему пройти поворот. Это было доверие. Или вера. Называйте это, как хотите. Он действовал на максимуме своих возможностей, которых, казалось, у него было больше, чем у других гонщиков. Джо Рамирес, координатор команды Макларен. Дело в том, что он был таким хорошим гонщиком, что сам приспосабливался к машине, когда он не мог заставить ее ехать быстрее. Он мог разогнать даже тачку. Он мог разогнать все. Думается, благодаря своему таланту, Айртон Сенна смог бы проявить себя в любом другом виде автоспорта. Как часто у вас бывает машина, которая подходит вам идеально? В идеальной машине Ален Прос, например, был непобедим. Он был действительно хорош, если машина ему подходила. Но так было только несколько раз. Я проводил все тесты. Он бы не стал тестироваться зимой. Я делал это за него. Я не думаю, что он был лучшим гонщиком в отношении настройки машины. Но что касается управления, настроя, заработать пол и быть быстрым на одном единственном круге, здесь он был действительно лучшим. Так что я не думаю, что я многому учился у него. Куда легче изучать свою машину и способы ее улучшения, чем психологический аспект. Ты не можешь изменить это просто по мановению руки. Требования гонок Формулы-1 доходят до абсурда. Нуну Кобра, тренер по психологической и физической подготовке. У пилотов пульс в среднем составляет 180 ударов в минуту. Это безумие. И нередко достигает 220-230 ударов. И хотя они управляют открытой машиной, жара в ней просто ужасная. Так что требования к гонщику отличаются от требований к спортсменам в других видах спорта. Это сопровождается сильным стрессом. Конечно, были трудности. Мы тренировались после полудня в самые жаркие часы. В Формуле-1 существует жестокая конкуренция. И чем тяжелее было во время тренировок, тем лучше для него. Почему? Потому что он был лучше подготовлен, чем другие гонщики. В те времена они не работали над своим телом, чувствами или разумом. Вот почему он стал непобедимым. Я помню, когда мы начали медитировать, он не мог перестать думать. Ему было невероятно тяжело не думать. но он так увлекся процессом медитации, что иногда достигал уровня глубокого погружения в себя. Уровня, которого были способны достичь лишь немногие. Это помогло ему улучшить время прохождения круга, установить новые рекорды и принесло ему много побед. Потому что его уровень концентрации достигал максимума благодаря медитации и контролю дыхания. Монако стал особым местом для Сенны. Он мгновенно стал знаменитым после того, как чуть не выиграл там в своем дебютном сезоне. Он побеждал на трассе в этом княжестве рекордные шесть раз. Однако в первой гонке за Макларен там Ален Прост думал, что сумеет опередить его. В Монако гоночный уикенд был не очень удачным для Сенны. Ален Прост. В четверг я его опередил. И в субботу я все время был быстрее. До последнего квалификационного круга, на котором он действительно здорово разогнался. И взял Пол, сумев опередить меня. Я не мог представить, что он покажет такой результат, поскольку у него все шло не очень гладко. Позже он сказал на пресс-конференции, что вылез из машины, посмотрел на нее и понял, в чем была ошибка и что он делал неправильно. Он опять сел в машину и проехал круг с отличным результатом. мне было очень тяжело смириться с этим. Но вообще-то казалось, что такой парень был нужен всем. Он отличался от прочих. Я был слишком скучным, а он был совсем другой. Стоит только заняться этим, и ты уже поглощен, и надо идти до конца, потому что ты связываешь себя обязательствами на таком уровне, где не существует компромиссов. Ты отдаешь все, что у тебя есть, абсолютно все, потому что для победы и лидерства требуется многое, а взамен иногда ты приобретаешь даже больше. Джорамирес, я никогда не видел у других спортсменов такого поразительного стремления к победе, как у него. я определенно не знал никого, кто был бы так нацелен на победу. Ален Прост был прав, когда сказал, что Айртон идет на больший риск, чем кто-либо другой. Он считал второе место первым среди неудачников. Он ненавидел это. Для него не существовало ничего, кроме победы. Он всегда тяжело переносил поражение, а проиграть мне было для него самым худшим, что только могло произойти. Его единственной мотивацией было желание опередить меня. Дэймон Хилл. Я помню, мы пошли на картинг в Берси. Там он смотрел на большой экран, наблюдая, как Ален Прост управляет картом. Он смотрел, не отрывая взгляда. он знал, что для получения титула чемпиона мира ему нужно взять верх над Аленом, который был номером один. Я помню гонку, когда Айртон во время квалификации выложился так, что прежде чем снять свой комбинезон, он сел в углу грузовика, чтобы понизить свой уровень адреналина. Ален и я посмотрели на результаты, и Ален не поверил своим глазам. «Где он меня опережает?» «Нет, не здесь. Здесь я быстр. Как он меня опережает?» И я сказал, «Погляди на Айртона». Он сидел там, и Гленов на нас подмигнул. А я подумал, он чувствовал себя таким удовлетворенным. Я побил Алена, и он знает, что я быстрее его. Для него это был этап в карьере, когда он решил, что можно подумать и о чемпионском титуле. Когда Айртон делал успехи, он был во многом похож на Алена. Это объяснялось тем, что он все время мыслил и анализировал. Франко Уильямс. Но он это делал с большей напористостью и решимостью, чем Ален. У Алена было достаточно решимости, но он никогда не проявлял ее. Айртон отличался отвагой и драйвом. Мюррей Оокер, комментатор Формулы-1. Пилоты Формулы-1 постоянно соперничают друг с другом. На трассе они только для победы. И было два совсем разных человека. Ален Прост, профессор, который был спокойным, очень спокойным. Действительно, говорил очень тихим голосом. Очень, очень уравновешенный, очень опытный. И бразилец Сенна с совершенно другим темпераментом. С точки зрения комментатора, лучше и не придумаешь. Борьба, которую мы так упорно вели, вывела машину и команду на очень высокий уровень. Если говорить о технических совещаниях, то мы тратили на них 3, 4, 5 часов. Это происходило по двум причинам. Первая, для улучшения машины. Вторая, чтобы быть уверенным в том, что мы ничего не забыли, что могло бы помочь нам в гонках. Или подойти мне больше, чем Айртону. Или Айртон хотел бы что-то, что подходило бы ему больше. В конце концов, это стало психологической игрой. Я бы ни за что не ушел с совещания раньше, чем Айртон. И Айртон никогда не мог уйти до меня. Поэтому мы уходили вместе. Я ждал 4,5 часа у Моторхоума, пока они обсуждали то до сего. И затем дверь открылась и вышел Ален Прост. Он спустился по ступенькам и я сказал, «Ален, ради Бога, о чем вы там говорите 4,5 часа?» И он ответил, «О, Мюррей, о том и об этом, но я не люблю уходить первым». Напряженное соперничество между товарищами по команде Макларен привело к ухудшению их личных отношений. Другие гонщики не были на таком высоком уровне, поэтому Сенна и Прост фокусировались только друг на друге, будь то в машине или вне ее. Это было частью нашего соперничества. Все было жестко. На трассе или за ее пределами, при настройке машины, везде. Все было действительно на пределе. Мы также знали, что мы были самыми быстрыми и имели машину, которая выигрывает еще и благодаря нашим усилиям. Мы доминировали в Формуле 1. Это можно сказать без ложной скромности. Вивиан Сенна сестра. Я думаю, что Айртон и Ален нуждались друг к другу очень сильно, для того, чтобы они могли максимально раскрыть свои способности. Их соперничество помогло им достичь такого уровня совершенства. Айртон не стал бы тем, с кем он был, если бы не было Алена просто. и наоборот. И Ален просто не был бы так хорош без Айртона. Однажды Айртона спросили, есть ли у него враги. И он дал один из самых прекрасных ответов, которые он когда-либо давал в своих бесчисленных интервью. он сказал, что жизнь слишком коротка, чтобы иметь врагов. И в его случае жизнь оказалась еще короче. Это утверждение так справедливо. Поговаривали о враждебности между ним и Аленом, но это было неправдно. Действительно, жизнь слишком коротка, чтобы иметь врагов. Когда ты испытываешь колоссальное давление, особенно во время гонок, именно тот, кто сможет соединить в себе агрессию и логическое мышление, добьется лучшего результата. Больше всего тебе нужен очень ясный ум, чтобы понимать, когда тебе надо быть агрессивным, а когда обращаться к трезвому расчету. Чтобы выиграть чемпионат, нужно соединение этих элементов в правильном соотношении для каждого отдельного момента. Айртон Сенна вел образ жизни, присущий богатым и знаменитым. Красивые дома, много развлечений и возможностей расслабиться. Его любовь к Бразилии отразилась в чувствах к нему. Простые люди его боготворили и до сих пор продолжают чтить его память. Великий, необыкновенный. Жаль, что он оставил нас в таком молодом возрасте. Это Айртон, это действительно он. Для нас он был лучшим в мире. Нам его не хватает и это огромная потеря для спорта Бразилии. Он приносил нам радость. Мы так волновались во время его гонок. Он был великий гонщик. Он доставлял нам много радости. Никогда не будет другого гонщика, подобного ему. Он такой симпатичный. Для нас он был всем. Он принес нам славу. Многие бразильцы хранят его фотографию в память о нем. Я думаю, он был одним из лучших бразильцев в мире. И каждый должен почитать его, потому что он лучший, даже сейчас. Он подарил нам лучшие уикенды здесь, в Бразилии. Для меня он великий спортсмен, великий человек и пример для всех нас. Когда я его вижу, я просто задыхаюсь от радости. Он значит для меня много. Я очень скучаю по нему. Владея собственным кусочком рая, Айртон всегда помнил, что много бразильцев борются не за звание чемпиона, а просто за то, чтобы была еда на столе и крыша над головой. И для него это значило больше, чем другие могли подумать. Я думаю, это было на второй год я остался с ним в Бразилии. Мы прокатились по фавеле местным трущобам. Джозеф Леберер, физиотерапевт. Ты видишь там нищету и в то же время работаешь с кем-то, у кого есть собственный самолет. Я спросил его, ты можешь на это смотреть спокойно? И заметил, что наступил неловкий момент в общении. он сказал, меня это определенно беспокоит. Коррупция, проблемы, люди. Меня это излит и печалит, когда я вижу, как сильно страдают эти люди. Но я недостаточно силен и влиятелен, чтобы что-то изменить. Это было показателем того, в каком направлении хотел двигаться этот человек. Гонки, скорость и стремление к пределу являлись лишь средством для достижения его цели. За два месяца до аварии Айртон сказал мне, что он хотел бы что-то сделать для молодежи и детей. Он попросил меня подумать об этом, и мы собирались поговорить об этом позже. Эта вторая беседа так у нас и не состоялась. Через два месяца он попал в ту аварию. Моя семья и я решили воплотить его идею в жизнь, создать институт Айртона Сена. У него была возможность, и он хотел ею поделиться. У большинства бразильских детей нет такой возможности. возможности получить образование и медицинское обслуживание. Возможности иметь лучшее будущее. Дэймон Хилл это выделяло Айртона из ряда других гонщиков. Он знал, что есть другие вещи помимо Формулы 1. И я думаю, что он считал своей миссией построить основания, на котором он бы смог выразить свои чувства к людям и творить добрые дела для людей. Возможно, его подход к гонкам Формулы 1 иногда был жестким, возможно, и вовсе негуманным, но не подвергается сомнению его глубокое сочувствие к людям и сопереживание мировым проблемам. Мы все сотканы из эмоций. Вопрос лишь в том, как найти способ испытать их. Есть много различных способов переживать эти эмоции. Возможно, единственное и особенное, что может дать тебе Формула 1, это то, что ты знаешь, что ты подвергаешься опасности. Опасности покалечатся, опасности погибнуть. В апреле 1994 Сенна прилетел в Имолу для участия в Гран-при Сан-Марина. Айртон всегда считал трассу В Имоли своей любимой. Леопольдо Канитолли, пресс-секретарь автодрома Имола. Начиная с 1984 года, Сенна добивался здесь пол-позишн в 8 раз, причем 7 раз подряд. Сначала с Лотусом, затем с Маклареном и, наконец, с Уильямсом. В своем последнем гран-при Сенна занял Пол без особых усилий. Уикенд был просто ужасным. Сначала случилась авария с Рубенсом Баррикелло. А день спустя разбился Роланд Ротценбергер. И, конечно, Айртон очень расстроился, ведь всего за день до трагедии он встречался с австрийцем. Сиду Откинс, врач Формулы-1, появился менеджер команды Ротценбергера, и мне пришлось рассказать ему о случившемся. А Сенна стоял рядом и все слышал. Менеджер ушел, и Айртон был очень расстроен. Он даже немного поплакал. Я ему сказал, «Ты был чемпионом три раза. Ты самый быстрый человек в мире, и тебе нравится рыбалка». Я предложил, «Почему бы тебе не бросить все это, и мы просто пойдем на рыбалку?» Когда ему задавали сложный вопрос, он не мог дать немедленного ответа. Надо было видеть, как он думал о таком предложении. Наконец он сказал, «Сид, я не могу бросить это». И я ему посоветовал не участвовать в воскресной гонке. А он ответил, что должен. Он сказал, «Я должен участвовать в завтрашней гонке». Нет ничего, что могло бы меня заставить не выйти на старт. Мои особые приветствия моему дорогому, нашему дорогому другу Олену. Нам всем тебя сильно не хватает. Утром мы смотрели телетрансляцию. Я занимался своими делами. Затем мы обратили внимание на комментарии Айртона. Первое, что он сказал, не имело отношения к поворотам или передачам. Но он сказал, «Сначала привет Олену». «Олен, мне тебя не хватает». Это было в прямом эфире. И они транслировали это утром до начала гона. И опять люди видели это. Вот такая у нас была странная дружба. Наша борьба скрывала ее. Последние две недели у нас все было хорошо. Но тоже по-своему. Последнее, что я помню о нем, когда он был жив. Если ты гонщик Феррари, то итальянцы поздравляют тебя с особым энтузиазмом. Герхард Бергер, гонщик. Когда они объявили мое имя, итальянцы прыгали и кричали. Я был перед его машиной, и он смотрел на меня и смеялся. Вы действительно могли видеть, что мы были друзьями. Это была честная дружба. Он был счастлив, когда у меня все получалось. Это был последний раз, когда я смотрел ему в глаза. До этого было много серьезных аварий. Например, в 89-м году я был очень близок к смерти. День спустя Айртон позвонил мне в больницу узнать, как я себя чувствую. Я сказал, что я в порядке, но этот поворот был очень опасен. Однажды кто-то мог погибнуть на этом месте. Было слишком опасно. Мы просто немного поговорили. Несколько месяцев спустя мы поехали для прохождения тестов в Имолу. Айртон и я сказали, этот поворот надо изменить. Мы дошли до него и посмотрели, как это можно сделать. Мы посмотрели через забор, и Айртон сказал, смотри, это невозможно. Там река, поэтому ограждение перенести невозможно. И мы посмотрели друг на друга и сказали, стену нам не переместить. И мы пошли назад. Это было то самое место, где он разбился. Это был худший день в истории Формулы-1. Несмотря на то, что до этого погибло немало гонщиков, до Айртона Сенны ни один из них не был таким знаменитым. Ни один из них не пользовался таким уважением, как он. И в том, как гибель Сенны отразилась на Формуле-1 в частности, на автогонках в общем и на мире в целом было что-то такое, чего еще никогда не происходило. Больше такое не случалось, и я молюсь, что такое больше не повторится. Иммола засвидетельствовала потерю одного из самых великих гонщиков Формулы-1. Но память о Сенне будет жить вечно. У меня такое ощущение, что он всегда рядом. Я не могу это объяснить, но я чувствую это. Я уверен, что он рядом. Мы рискуем забыть о его слабостях. Он был простым человеком. Именно это впечатляло меня больше всего. И одно из его самых важных качеств его смирение. Я жил так потому, что у меня была хорошая возможность расти в достатке и вести здоровый образ жизни. Я многому научился. Я думаю, важные моменты моей жизни меня вели в правильном направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова